Мы продолжаем рассказывать о юбилярии. Наринмару исполнилось 80. Сегодня сюжет о людях, которые помнят наш город в период своего становления. По решению в ЦИК от 10 марта 1935 года город начинался с объединения нескольких населенных пунктов. Поселка Лесозавод, Белощелье, Калюш. Но главный начинался и развивался он, конечно, с судеб людей, которые здесь жили, растили детей, строили и налаживали социалистический быт. Некоторые детали разных лет становления Наринмара еще помнят наши ветераны. Почетный гражданин Ненецкого округа Федор Филиппов знает, что первым проектированием будущего Красного города в 30-м году занимался его отец Степан Андреевич. В 30-м году поручаете ему проектировать будущий город Наринмар. Его проект построенного Белошелье назвался, потому что он образовался в Тельвиске первый, и город он проектировал в 30-м году. Заслуженный учитель Российской Федерации Тамара Дуркина помнит Наринмара военных лет, где, как и во всей стране, все делалось для фронта и победы. А школьники учились еще и тому, как гасить зажигательные бомбы. Однажды, когда была объявлена воздушная тревога, взяла щипцы, которыми угли доставали из печек, надела рукавицы, такие, сейчас скажу, какие брезентовые мама шила, и забралась с этими щипцами на крышу и пережила, пока немецкий самолет пролетел. Он, правда, круг сделал над городом. Ждала, когда начнут зажигалки падать, но ни одна зажигалка на город не была сброшена. Улетел фашист, он в разведку, по-видимому, прилетал. Но, во всяком случае, вот такой подвиг в моей жизни был. Ветеран города Вячеслав Карипанов, говоря о послевоенном детстве, вспоминает, как четко был организован быт наринмарцев в сложных условиях коммунальных квартир. Вот это коллективное проживание, оно каждого к чему-то обязывало. Очереди велись, так называемые, ну, во-первых, туалет один на этаже. И вот каждый старался отводить очередь так, чтобы к нему замечаний не было. Вот. Ну и каждый старался, чтобы другой не сорил. Вот неписанное правило – не сорить, специально ничего не пачкать, не говидить, не ломать. Это уже железно. Попробуй там кто-нибудь чего-нибудь сделает, общественное мнение тут же тебя поставит на место. А чем жили многие школьники 60-х в наринмаре, хорошо помнит педагог, выпускница первой городской школы Татьяна Гвоздухина. Видите, мы как выращивали подсолнухи. По пояс есть у нас кукуруза, она у меня в музее, там по пояс кукуруза. Мы же все время работали на пришкольном участке. Мы построили мастерскую, которая охраняла наш пришкольный участок со всех сторон. Там же стояла громадная теплица. В теплице росло все. И мы это продавали по небольшой цене и кормили кроликов, покупали кроликами ду, кролики были на участке. И цветы всегда вырастали громадные.